Напомним, задачу повысить зарплату ульяновцев полтора раза поставил губернатор Алексей Русских. В течение двух лет в области намерено довести размер средней зарплаты до уровня среднероссийской – с 34 тысяч рублей до 56. Для этого глава региона создал профильную комиссию, куда вошли отраслевые министры и главы муниципальных образований. Как отмечает председатель комиссии, проведены встречи с руководителями двух тысяч организаций. Заключено более тысячи соглашений между компаниями и властью о темпах роста оплаты труда. Зарплату повысили и примерно 90 миллионов уже мы получили в виде НДФЛ дополнительных средств на сегодняшний день. То есть по предприятиям где-то на 11%, где-то на 18%, где-то на 20%, а где-то и на 30% повышена заработная плата. Но будем продолжать эту работу, комиссия будет действовать постоянно. Общее количество работников, охваченных соглашениями – 42 тысячи человек. Большинство из них трудятся в сферах ЖКХ, промышленности, транспорта, сельского хозяйства и строительства. Причем для каждой сферы экономики установлены свои целевые показатели, рассчитанные в соответствии со среднероссийскими. Как отметили в Минтрансе, у большинства предприятий в планах индексация зарплаты на 15%. Уже порядка 80% автопредприятий заключили соглашение о повышении зарплаты в 2022, 2023, 2024 годы на 15%. Поэтому работу проводим, все идут навстречу, пока никаких проблем не было. Среди организаций, которые уже провели индексацию, оказались металлоконструкция, кондитерская фабрика «Глобус», ЖАДовский лесопромышленный комплекс, Майенское автотранспортное предприятие. 70 предприятий выразили готовность повысить зарплату своим работникам. Среди них можно выделить такие крупные компании, как Ульяновский патронный завод, завод «Искра», компания «Немок» и ряд других. Мы продолжаем эту работу и в ближайшее время мы ожидаем, что порядка еще 50 соглашений будет заключено до конца текущего года. Как отмечают в комиссии, по росту налоговых отчислений жители региона видно, что заработная плата в Ульяновской области за 10 месяцев 2020 года в среднем выросла на 12% по сравнению с прошлым годом. Работа комиссий позволит ускорить эти темпы.